Я такая, господи, что ему этот Берлин сдался? Во-первых, парней. Мы все не учимся. И каждый раз тусят, как в последний раз. Реально. Всем привет! Меня зовут Виолетта, и я приветствую вас на моём канале. В сегодняшнем ролике мы поговорим с вами про академическую мобильность, как нам уехать учиться за границу, и с этими вопросами нам поможет Катя. Катя, расскажи немножко о себе. Да, я студентка высшей школы экономики, программы маркетинга и рыночная аналитика, на момент третий курс. И последние два с половиной месяца, три почти, я училась в Германии, в городе Вюртсбург, по направлению бизнеса и менеджмента, по программе академической мобильности. Вообще до этого училась в университетской гимназии МГУ, в принципе, от которой мы познакомились. На социально-экономическом направлении. И планирую ещё полгода сейчас учиться тоже в Германии. Не хватило и... Не хватило, я хочу ещё. Вот за два с половиной месяца в другой стране произошли ли в тебе какие-то изменения в твоём обучении, образовании? Что-то такое было? Ой, вообще изменений произошло очень много. Кардинально, мне кажется. Ну, не кардинально, но точно сильно меня изменили эти два с половиной месяца. Потому что... Начнем с того, что я решила поехать в Германию на машине. Ну, то есть, почему бы и нет. Я из Калининграда, и родители поддержали эту идею. Сначала это была такая отдалённая мечта, а потом я, когда уже обговорила, вела все «за», «против», пообъяснила, что я могу это сделать. Это тысяча километров на машине. От Калининграда до Вёртсбурга. И я поехала на машине. Начнем с того, что это, конечно, путешествие на машине по Европе. Это сильно меняет себя, потому что, ну, когда ты на машине в Европе, у тебя открываются вообще все самые различные двери. Ты можешь поехать куда угодно. Это гораздо дешевле, чем на поезде. Даже там со студенческой скидкой всё равно дешевле. Вот, и это, конечно, вот эти путешествия, постоянные поездки, они, конечно, сильно меня поменяли. Мы изъездили, я за последние вот эти два месяца шесть стран посетили. Да, это вообще, это удивительно. И, конечно, вот этот весь опыт, когда ты видишь другую культуру, другой образ жизни, то всё тебя меняет. Ну, и, во-вторых, сама жизнь в Германии тебя меняет. То есть я приехала домой, а я в Германии разделять мусор обязательно нужно. Там стекло, бутылки ты задаёшь, тебе платят за это деньги. Я приезжаю, а там у нас одна мусорка. Я такая, что-то не так. Что-то не так пошло. Вот. И касаемо даже того же вождения, например, немцы, они очень такие уважительные водители. То есть они всегда включат там поворотик. Это, конечно, сейчас не про образование. Я слышала, что они педантичные, они очень педантичные водители. Да, да. Но на самом деле я вот выехала, когда в Россию, здесь на дороге, я такая меня чуть-чуть потрясывала. Потому что там, ну, то есть, если у тебя там 50 ограничений, ты едешь 50, там они не будут ехать там выше скорости. Если, ну, при этом на автобанах у них нет ограниченной скорости. Тапку в пол, как говорит моя подружка, и погнали. Вот. А так, в общем, они, да, они очень педантичны, при этом они очень уважительны. Они всегда тем пропустят, никогда не будут тебе сигналить. Они там подождут, если ты там остановился, не знаю, подумать тебе надо. Вот. То есть в этом плане я чувствую себя вот очень спокойно. И я себя к этому тоже приучила. Что вождение изменило образ жизни. Люди там, конечно, по-другому общаются. В плане того, что меня изменило, там они, ты прихожешь в магазин, и тебе там всегда скажут, там хорошего вечера, там хороших вам выходных. Там спросят, как дела. Да, это простые какие-то там обычные нормы культуры. И так далее, но ты все равно к этому привыкаешь. Что тебе улыбаются в магазине. Что ты там, да, там не сидит мне какая-то такая тетенька злая на кассе, которая там на кредит лишний раз, и, да, там на тебя Олига Якоса посмотрит. Вот. При том, что я ехала вообще особо без знаний немецкого туда. Я когда-то его учила в школе, но мне так не нравилось, что я вообще ненавидела Германию. Я вообще не знаю, как я там оказалась. Я до сих пор над этим всем смеюсь, что я сейчас хочу туда перебираться. Долгое время я реально ненавидела Германию. Мне вообще не хотелось. Мы ездили часто туда с родителями. И, не знаю, мне не нравился ни язык, ни их поведение. Не знаю почему, мне как-то сформировались, может быть, какие-то отголоски по-советскому прошлому, то, что война и так далее. Как-то я жила в... Выросла в старом немецком городе. У нас вот эта вот великодичная война, это постоянное напоминание о Германии, как о таких врагах народа. Вот. И у меня были отрицательные очень такие эмоции о Германии. А потом я поехала в университетскую гимназию Мугу, где познакомилась со своими подружками, которые при этом были фанатками Германии. И которые мне говорят, «Катя, ты живешь в немецком городе, как ты можешь не любить Германию?» Вот. Ну и они, конечно, сильно меня поменяли в этом плане, в отношении Германии, когда там... Когда там они целыми днями говорят, «Берлин, Берлин, Берлин, Берлин». Я такая, «Господи, что вам этот Берлин сдался?» Вот. Ну, как-то... И касаемо учебы, там, конечно, более все самостоятельно. То есть у тебя... Там минимальное количество каких-то домашних заданий, да, у нас там, например, в среднем по каждому предмету есть какая-то одна такая масштабная работа, там, либо эссе, либо какой-то там анализ, презентация, который ты должен сделать, который у тебя повлияет на твою оценку. Но, конечно, самый большой процент – это экзамены, то есть там 70% от 80%, то есть все от экзамена зависит. То есть, как в вышке у нас есть разбаловка оценок, то есть у нас бывает, что экзамен весит 30%, то там такая же система оценивания. Да, то есть там есть тоже разбаловка. В Германии немножко другая система оценивания, там 0 – это лучшая оценка, там, «Берлин» – это хуже, и там, по-моему, до 4-5, что-то такое. Я не помню, если в обратном порядке пойдет. Если честно, я еще с ними не сталкивалась, как-то меняй. И у нас еще только работ, которые оценивали, у нас их не было. Кир, вот по предметам получается, да, у тебя там идет, например, 30% работа в среднем, да, какая-нибудь там у меня по логистике, по коммуникациям у меня там есть работа, которые… И то они не обязательно, они просто могут улучшить твою оценку. То есть, если ты ее не даешь, то у тебя 100% твой экзамен будет весить. Интересно. Тут как бы, да, рулетка такая, ты либо сдашь, либо нет. Вот. И, конечно, очень сильная такая самостоятельность, то, что ты… Ну, никто не следит за посещением, ни на семинарах, ни на лекциях. Там, как бы, им, вот, это ваша учеба, вы сами с ней разбираетесь, это ваш ответ. То есть, ну, лекции все еще присутствуют? Семинары, семинарская работа? Да, есть такое понятие, это «юбюн», это отработка лекций, но она есть не на всех лекциях. Ну, вот у преподавателя, которые выбирают такой формат, то есть, да, лекции, они говорят, ну, вот вам надо, например, практическую часть прорабатывать, то у нас будут вот эти вот, они еще включают эти «юбюн». Но они есть, опять же, не у всех, но у них нет прям жесткого формата, что если лекция, то мы там должны только вот сидеть, ну, что-то записывать. У них может быть какое-то взаимодействие, например, у меня преподаватель очень любит всякие кейсы, у нас каждая лекция, это какой-то кейс, и у нас, получается, две лекции у него стоит, четыре часа, и каждое в эти четыре часа ты должен подготовиться, там кейс на тридцать страниц, должен прочитать, изучить, и у него потом идет вот такая беседа, то есть, а научный материал там какой-то такой, теоретический он дает либо читать, либо записывать, там может быть, одна лекция в три недели, которую там ты должен посмотреть. По ощущениям, тяжелее ли учиться, ну, в том плане, более ли сложный материал, или что это такое? Вообще, как мне это сказала моя подружка, с которой мы тоже, мы там в Германии, она тоже из вышки, она говорит, мы с тобой гоняем балду, мы вообще не учимся, то есть, на самом деле, я, да, я ужасно, я вообще не учусь, не особо, на самом деле, много учишься, получается, во-первых, у меня не так много курсов, то есть, один курс я брала на Курсер, один я уже прошла, один я сейчас прохожу, это можно так сделать, в вышке они дистанционно, прям ничего не проходило, и получается у меня четыре курса, получается, четыре курса у меня в Удом-Университете, регрессия, конкурсия, алгестика, да, четыре курса, и пятый у меня еще идет немецкий, то есть, на самом деле, больше всего, чего я учу, это немецкий сейчас, потому что я взяла себе интенсивный курс, у меня два раза в неделю по четыре часа немецкий. Ого! Да, да, да. Просто помню, как китайский у нас был. Я, почему мы с тобой его выбрали, если честно, то есть... Если вы думаете, какой второй язык изучать, кого-то вы, на опыт, можно сказать, что китайский, ну, задумайтесь хорошенько, точно ли, форма лучше? Нет, причем, я как бы вообще не понимаю, почему я это сделала, как я могла дойти до этого, то есть, что меня мотивировало, потому что, ну, я учила четыре года немецкий в своей школе, да, я его не любила, но я его учила, то есть, если бы я поучила еще два года нормально, то есть, у меня был бы уже какой-то, ну, более-менее уровень, скорее всего, но я решила, что я так не люблю немецкий, что я не буду учить, я выбрала испанский, а потом, а потом, я такой, китайский, ну, наверное, он востребованный язык, его нужно выучить, конечно, за два года, я сейчас вообще ничего не помню, вообще ничего, у меня ноль, два года, я знаю фразу и этого хватает для того, чтобы китайцы, с которыми ты встречаешься, на каких-то форумах, такие, вау, ты знаешь китайский, достаточно одной фразы, все, все, до свидания, это все, что я могу в данный момент, да, хорошо, у тебя в инстаграме написано, что ты уехала за мечтой, исполнилась ли твоя мечта, и вот какая была мечта, именно поучиться там, или путешествовать, конечно, путешествовать, нет, вообще, меня очень сильно, мне тяжелый был, ну, год и пандемии, потом, пандемия даже не самый тяжелый, вот был, но как-то 2021, у меня выдался таким напряженным годом, очень, я взялась за стажировку в Сберии, в апреле, плюс у меня еще, была учеба в это время, но я решила, что, я уже так хотела работать, мне очень хотелось постажироваться, я взяла за стажировку, и плюс у меня еще учеба была, сессия, какие-то еще свои там личные дела, и у меня в момент просто, у меня, короче, случилась такая перегрузка, я просто лопала в этот момент, я уехала в Калининград, попросила дистанционку на работе, мне, слава богу, мои коллеги, мне это все позволили, я уехала из Москвы, и я сказала, так, Москву больше не хочу, меня, я поняла, что мне очень тяжело жить в этом режиме, при том, что я пожила год в Калининграде, из-за пандемии, в другом совершенно дистанционной жизни, и я поняла, что так, нужно что-то вообще менять, нужно как-то думать, ну, я уже знала, что я поеду в Германию на тот момент, и я вообще как выбирала, куда я поеду, то есть, никакие там, ни рейтинги, ничего не смотрела, я потом узнала, что оказывается, мой там универ в десятку лучше в Германию входит, а так я первоначально очень хотела ехать в Испанию, я учила испанский язык два года, я сейчас у меня уровень где-то B1, испанского языка, и я должна была ехать в Мадрид, я учила его активно два года, и я подала, у меня первым приоритетом был Мадрид, и вторым приоритетом я думаю, ну, надо что-то поставить, нельзя ставить ставки на одно, надо что-то поставить, и листаю, но думаю, ну, по финансам, по там, стоимости жилья, Германия это самая адекватная, потому что я там слушаю, у меня знакомая едет в Ирландию, где там общежитие, минимально 800 евро в месяц, другая едет в Швейцарию, тоже 900 франков в месяц, и я такая, ну, для меня это был важен тоже в этот вопрос, плюс еще, ну, как-то, не так далеко от семьи, и, ну, Германия все-таки, от Калининграда, это не так далеко, и я листала, захожу на сайт, мне понравилась картинка университета, первая, да, я такая захожу на сайт, маркетинг работает, чисто, чисто, я, я, я сейчас расскажу, это, это чистый, я лист, продукт, вот просто, то, чего я изучаю, то есть, на меня это полностью сработало, я захожу, и там есть ссылка, типа, на видео университета, привет, я захожу, и там оно так хорошо снято, там реально вот красивая история, то есть, там показывается девушка, как она влюбилась, и я просто смотрю на город, и понимаю, что, ну, я хочу там жить, если не Мадрид, если не Испания, типа, вот я хотела приехать в Испанию, потому что я хотела пожить где-то в тепле, в таком, более расслабленном ритме жизни, и я говорю, если не Испания, то только вот сюда я поеду, я посмотрела видео, я влюбилась в город, с первого взгляда, то есть, это была реально любовь, с первого взгляда, и я сказала, все, вот если не Испания, я пойду сюда, и в итоге, в апреле месяце, а у меня еще очень так стояло, я колебалась даже, что ставить первым приоритетом, потому что, ну, во-первых, у меня мама была в Германию, потому что она говорит, ты в Испании, ну, испанцы, они все-таки такие, не очень организованы, у них такой, другой немного ритм жизни, они такие, безответственная часть, по своей культуре, такой у них бардак небольшой, и она говорит, ну, тебе будет тяжело, едет в Германию, там все постабильнее, построже, как бы, у тебя будет лучше, и она говорит, нет, 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 я хочу в Испанию, плюс у меня еще, одна знакомая, вот Ева Сарычева, она учится в Австрии, то есть, ну, как бы, я думаю, ну, Германия, вот, Австрия, если что, там, ну, плюс, Калининград ближе, у меня есть знакомые, там, в Дюссельдорфе, в Берлине, и, я думаю, ну, если, как бы, я колебалась, вот, из-за этого даже, что мне сказать, первым приоритетом, и в итоге, я поставила Испанию первым, Германию вторым все равно, и мне в апреле приходит ответ, что меня взяли в Германию, я до сих пор не знаю, почему меня не взяли в Испанию, то есть, я реально не знаю, но вот судьба так сложилась, что я поехала в Германию, почему мечта, потому что я очень, у меня одна из таких крупных мечт, это было бы путешествовать на машине по Европе, то есть, это, когда мне говорят, как ты можешь, типа, кайфовать с рулем, я думаю, Виолетта проиграть меня, потому что, ну, для меня это определенное удовольствие, для меня машина, это, вообще, я сейчас подаюсь на стажировки в Германии, я подаюсь в Порше, мне подружка спросила, ну, Порше, ну, что такое? я такая, честно, что ли, Порше, что такое Порше, поработать? и я просто начала писать, она говорит, все, ладно, замолчали. это очень круто, и я теперь, я прекрасно, прекрасно поняла, почему ты хочешь дальше продолжать, это, получается, по сути, был ответ на вопрос, как ты попала, или были еще какие-то, как разные моменты, проблемы с учебным офисом, как удалось ли тебе вообще закрыть некоторые предметы, у тебя же, тебе же необходимо брать другой учебный план, индивидуальный учебный план, вот давай расскажем про вот эти моменты. В общем, на самом деле, у меня сейчас со вторым семестром гораздо больше проблем по согласованию, но это чисто особенность нашего учебного офиса, потому что там ушла женщина, которая занималась, и сейчас все на бедном мужчине, который ничего не понимает, о чем надо делать, я страдаю из-за этого. А так, первое, вообще по этапам, что было, подача заявки, потом тебя номинируют на что-то, на какой-то из программ, ты должен там подтвердить, предоставить там согласие, потом, пока там оформляются все документы, у меня там лично, с немецким университетом я должна была еще подать заявку на общежитие до определенной даты, и мне пришли там документы, и, конечно, подача на визу, это у меня был момент, когда я думала, что я вообще не пойду в Германию, потому что в июле, я еще, кстати, думала в этот момент уходить не с работы или нет, потому что мне предлагали продление работы, и уже потом уже трудоустроиться, но это тоже такой, у меня выбор стоял, работа в Сбере, как бы хорошая работа в Сбере, с шикарной зарплатой, и поездка в Германию, вот, и у меня момент стоял, когда мне нужно было решать, продлять или нет, у меня просто надо было как-то возвращаться в Москву, но при этом я не понимала, что у меня с визой будет, потому что была неделя в июле, когда Германия объявила, что Россия – это красная зона, и что приостановила, может, даже на неделю, а на полторы, выдачу вообще всех-всех виз для русских, и, слава богу, потом нас перерегли в какой-то другой статус, и все возобновилось, но были моменты, какие он для Германии нужен, ты не можешь туда поехать нищий, то есть немцы тебе не позволят, чтобы ты там был без денег, то есть либо ты должен подтвердить, что у тебя есть стипендия, которая будет прожиточным минимумом, в Германии он до 756 евро в месяц, то есть покрывать, или хотя бы что на часть покрывает, с остальной частью денег, ты должен показать, что остальная часть денег у тебя есть, у твоих родителей, и тут несколько моментов, либо они должны быть на счету у твоего родителя, и он обязуется, как бы тебя содержать в сети месяца нотариально, но при этом они все равно оставляют за собой право потребовать так называемый блокированный счет, и вот мне потребовали блокированный счет, хотя там у меня нет никакой стипендии, потому что я думала податься на Вышкинскую, но я просто, у меня не пришло еще мое приглашение в университет, а сроки уже были, там необходимо его предоставить, это приглашение в университет, там на стипендию дается как бы неделю, то есть все очень-очень жестко по срокам, ну и у меня, например, хотя папа предоставил то, что у него на счету лежит эта сумма денег, и справка там о заработной плате, у меня все равно потребовали еще открыть блокированный счет, то есть что это такое, ты кладешь, вот у меня, например, обучение полгода, ты кладешь деньги, то есть вот 856 евро в месяц, на 6 месяцев, то есть это там 5-100 получается евро, ты кладешь на блок счет, это делается при помощи специальных сервисов, все на самом деле очень быстро, просто, они блокируются, и потом, когда ты приезжаешь в Германию, ты открываешь немецкий банковский счет, ты можешь это сделать, потому что у тебя национальная виза, и тебе туда будут высылаться ежемесячные деньги, то есть на протяжении всех этих 6 месяцев, вот, ну то есть они таким образом... Ну то есть ежемесячным, вот, в СССР, в СССР, в СССР, в СССР? Там на самом деле получается как-то, почему у них своя система, почему-то в первом месяце они высылают 2, 2 выплаты, в следующем, и потом по одной, ну у них какая-то своя система, то есть у меня, например, раньше все деньги выплатили, даже чем вот у меня до марта они, по идее, должны быть, ну как бы, да, идея такая, что они частями тебе потом эти деньги высылают, и потом получается, вот мне дали визу в августе, я была в восторге, от этого, что мне ее дали, потом начался процесс, нужно было регистрировать, там, я регистрировалась на всех платформах, я очень боялась, что я что-то пропущу, что я что-то упущу, нужно было там все это заполнить, разобраться со страховкой немецкой, это отдельная тоже, я плачу месяц, 100 евро, 100 евро в месяц за страховку, медицинской здоровью, да, все это обязательно, это денежская страховка, и, конечно, это много, поэтому я записываюсь ко всем врачам, там, полный чекап, и по каким, каким только возможно, чтобы, как бы, окупать эти деньги, вот, а что, они просто лежат, в смысле, что они, ну, 100 евро плачу в месяц, извините, да, причем, это самая такая, считается, самая маленькая сторона, потому что ты студент, у тебя скидочная страховка, вот, я такая, немного, да, по поводу, да, и в августе я еще согласовывала все планы, то есть, составляла, согласовывала планы, то есть, у меня, я должна была проходить те же курсы, что проходят здесь в вышке, с тем же, по идее, главное, они смотрели на самом деле на название, чтобы название было похоже, да, и в итоге, я там первоначально я брала три курса на курс, то есть, если ты не находишь в своем университете, например, в Германии, такого же курса, который тебе нужен, то ты можешь взять его на курсере, и там, как работать, 10 часов курсере, это один кредит, вот, то есть, там надо с этим согласовывать, курсы на курсере должны быть от вышки, которые они произвели, любые, любые, причем, ну, то есть, курсы же как, там, неделю бесплатно, потом ты там платно, ну, я вообще писала по поводу этого вопроса, они говорят, ну, вы можете подать запрос, может быть, вас к ним подключат, может быть, нет, в итоге я вот, сейчас просто прохожу очень быстро, этот курс, там, за неделю, пройти все курсы, да, там я сажусь, я рекомендую студенту, лишь бы закрыть, да, лишь бы закрыть, свой учебный план, и, например, на третий курс, вот, я брала операционный менеджмент, сначала планировала его проходить на курсере, но я приехала в Германию, очень еще сложно согласовывать, почему, потому что у них год на год не приходится, семестр на семестр не приходится, и у них не так заранее известно план, плана учебный, у нас достаточно рано просят согласовывать эти все таблицы, и я, например, сейчас согласовывала, она говорит, а у нас нет еще четкого учебного плана на следующий семестр, то есть, как что там будет, мы вам точно не можем сказать, то есть, ориентируйтесь на прошлые годы, но может все поменяться, и то есть, это такой черновик ты составляешь, тебе вот согласовывать, тебе там его должны подписать, но вообще, когда ты приезжаешь на мобильность, у тебя есть две недели сначала учебы, чтобы носить туда корректировки, менять его, все потом носила корректировки, ну, вот, ну, и из таких вот организационных вопросов, это, наверное, было все, то есть, сейчас у меня проблем больше, почему, потому что, там, с учебным офисом сложного сейчас, потому что, там, ушли сотрудники, и сейчас, такой немножко бартак, вот я, дедлайн в дедлайне, я чувствую, я буду все это маневрировать, вот, если вернуться к стоимости, 856 евро, тебе этого, не считая путешествия, будем считать, что это просто экстра для души, вот, просто для того, чтобы жить, этого, этого много, или этого нормально, или этого мало, вот, чтобы покрывать, общежитие, или ты в хостинге живешь, вот, как тут, хорошо, смотри, если не считать путешествий, это, мне, вот, на самом деле, сложно, да, из-за этого рассуждать, потому что у меня эти деньги, конечно, идут еще и на путешествия, я живу в общежитии, мне, слава богу, повезло, я живу, у меня прекрасная собственная комната, собственная кухня, собственные ванны, получаю за это 230 евро в месяц, вот, и, получается, как, по крайней мере, что у нас с общежитием, касаемо денег, когда ты бронируешь, как подаешь заявку, ты обязан заплатить 1000 евро, как бы предоплата, что туда входит, туда идет, часть денег распределяется на депозиты, это, по-моему, у меня это в районе 400 евро, 340, не помню точно, остальные деньги идут, как бы, оплаты за первые месяцы, и вот сейчас у меня, например, первые месяцы все, они закончились, они были оплачены, у меня деньги не списывались, мы в банковском счете, но сейчас в декабре я начну платить еще за общежитие, там эти 230 евро, касаемо жизни на эти 856, то есть, ну вот, общежитие 230 уходит, 100 евро уходит страховка, это то, что из таких обязательных, плюс, есть еще такой обязательный платеж, это налог на радио, теле, и различные социальные медиа, никто не понимает о том, что это такое, что это за налог, но вот ты его платишь 55 евро за 3 месяца, ну, то есть, это вроде тоже немного, но все равно это, это получается, это еще не единым платежом, поэтому кажется существенно, кажется существенно, да, то есть, вот за 3 месяца это должен заплатить 55 евро, вообще, если как бы не путешествовать, нет, этих денег вполне достаточно, там, на жизни, мне кажется, то есть, на питание, на какие-то даже развлечения в городе, то есть, мне, по-моему, мнению, достаточно, плюс, у нас бесплатный транспорт для студентов, да, то есть, это прям, потому что я знаю, что в Гонконг, например, люди приезжают, тоже по мобильности, и у них стоит 1000 рублей в день, просто доехать от универа до дома, и дома до универа, это да, это, это, ужасно, но у нас как, он не совсем, можно сказать, бесплатный, потому что ты платишь, так называемую, и платешь, как университетский сбор, в начале, каждого семестра, это 140 евро, ну, то есть, раз в полгода, и туда ты платишь, как бы, вот, часть денег идет, какие-то организационные моменты, часть денег идет на покрытие твоего транспорта, ну, как бы, за транспорт, ну, 60 евро, где-то так, ну, по идее, за полгода, это не так много, то есть, да, это можно спокойно потянуть, и, ну, на самом деле, я понимаю, что на эти деньги можно жить, просто, я такой человек, так что я себя воспитываю, так что мне не нужно меньше тратить, а нужно больше зарабатывать, вот, я с таким девизом по жизни стараюсь идти, и поэтому я себя, наверное, редко ограничиваю, но потом я больше работаю просто, и, и я, конечно, я трачу больше, чем эти деньги, из-за путешествий, ну, и, как бы, я работаю, и, вот, чисто дополнительные все деньги, то есть, никакая не степенция, не родители, но это чисто мой заработок, я им сама распоряжаюсь, да, я их сама трачу, вот, и я уже, конечно, очень хочу найти работу в Германии, потому что, чтобы вы знали, стажировка в Порше 20 часов платит, 20 часов в неделю работаешь, и платит по 1400 евро, 1400 евро, это, вот, стажировка в Порше, и все, и жизнь не дала. Это даже не волноценная работа, да, 100 студентов быть, хорошо, это как гастарбайтеры, приезжают в Москву, так вот тебе и все. Теперь мы едем в Германию, стажироваться в Порше. Позволяет тебе возможность стажироваться именно та виза, на которой ты прикреплена, и вот может, или надо какую-то дополнительный апгрейд визы делать, чтобы стажироваться? Да, моя виза, вообще, как сейчас обстоят дела с визой, у меня, моя виза до марта, ну, как бы, первоначально планировала, что я буду по УПАД, и сейчас я буду делать, мне надо делать вид на жительство, чтобы остаться на полгода, временный вид на жительство. Да, и моя студенческая виза, это национальная виза типа Д, она позволяет работать 20 часов в неделю, 360 дней в году, либо 40 часов, 180 дней в году. ну, 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 то есть, вполне, вполне хорошо. Да, да, это это. Остаться на эти работе. Думаешь ли ты о магистрских программах, или, о твоих каких-то дальнейших планах? Ой, планы вообще грандиозны, на самом деле, для начала хочется, очень хочу дотянуть немецкий, это хороший уровень, конечно, среда это позволяет делать, потому что тебе просто вынуждают говорить по-немецки, и хочу сдать экзамен, на самом деле, по-немецкому весной, подтверждающего уровня. Уроки. Да, 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 и, ну, у меня вообще есть мысль о переводе, на четвертый курс, вот, но это пока такая мечта, которую, я не знаю, реализую, не реализую, это все зависит, ну, все упирается в немецкий, потому что, хотя многие программы на английском в моем университете, но чтобы там быть постоянным студентом, ты должен иметь уровень немецкого. Угу. Вот. Да, думаю о магистрских программах теперь в Германии, и на самом деле задумываюсь, да, о том, что мне эта страна, ну, мне нравится, по крайней мере, летала сейчас в три месяца, мне там нравится, и точно, точно уверена, что магистрскую программу я буду делать за границу. Ну, то есть, я теперь всех подружек, всех знакомых агитирую, сестру, все, пожалуйста, ребят, уезжаем в Европу, как бы, даже, может быть, не из-за учебы, а из-за стиля жизни, из-за, во-первых, пара дней. Это как бы важный пункт, это важный пункт. Ну, серьезно ты, ты приехала в Россию, мне даже грустно смотреть на эту ситуацию, то есть, глаз, 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 никуда упасть, там ты приезжаешь, тебе хоть приятно, как бы, вот. из-за уровня жизни, из-за, в принципе, их поведения, ну, то есть, мне нравится, мне нравится, и, на самом деле, я очень рада, что я не поехала в Испанию, на данный момент, я сейчас это анализирую, потому что, очень много испанских студентов, сейчас подмену, я очень с ними хорошо общаюсь, дружу, чуть-чуть практикую свой испанский, да, и, но я понимаю, что жить в Испании, мне было тяжело, то есть, приехать на какие-то, на какой-то уикенд, да, а вот жить в Испании, с тем, что они такие, они люди праздник, то есть, у них 7 дней в неделю, они готовы тусить, то есть, меня зовут каждый день на тусовке, 7 дней в неделю, и я просто говорю, у вас здоровье, как вообще-то, как позволяет делать, а вам вообще нормально, в понедельник, вам тусить вторник, среду, и они такие, ну да, вам нормально, ну ладно, главное, что вам хорошо, главное, что вам хорошо, да, и они, причем, сейчас у европейцев, такое отношение у многих, из-за того, что эти постоянные локдауны, постоянные закрытия, то баров, то клубов, так далее, они каждый раз тусят, как в последний раз, реально, каждый раз, как в последний, и у них это, да, например, в Баварии закрытые клубы, и бары тоже, работают только рестораны, до 10 часов, и они, конечно, все страдают, устраивают эти, хаус-пати, вот, и, например, испанки мне рассказывали, ситуация была смешная, знакомый, он говорит, сидел на тиндере, он говорит, и там фотография четырех испанок, а я, в принципе, знаю всех испанок по обмену, большую часть чисто внешне даже, я говорю, ну, я, наверное, их знаю, он говорит, да, и мы говорим, ну, наверное, конечно расстроены, но им, кстати, поехать по обмену легче, то есть, у них, это очень нравится, это программа Erasmus, у нас Erasmus, там, один-два места, на весь факультет, хотя, он там, у них покрывает не совсем много, то есть, вот, они получают, например, 300 евро, где-то, в Германию, как стипендию, но все равно, но у них, ну, почти каждый, кто захочет, может получить разность, то есть, это прям здорово, у них большое выбор ученик, это классно, я думаю, что на такой прекрасной ноте мы закончим наш сегодняшний разговор, ответы на вопросы, вот, если вам понравился сегодняшний выпуск, то обязательно подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на наши соцсети, мы все-все оставим в описании, если у вас остались какие-нибудь вопросы, задавайте их в комментарии, мы попробуем на них ответить, ну, а на этом все, я всех очень сильно люблю, всем пока!